В Фукино зарождается новая традиция. Накануне Дня Воскресения Христова в городе провели пасхальную выставку-ярмарку. Мастера народного промысла представили свои поделки, авторские сувениры и украшения ручной работы. Состоялись мастер-классы по изготовлению пасхальных куличей, пряников, праздничных открыток. Праздничная торговля развернулась на парковочной площадке Центра культуры и искусства «Спутник». Для участия в пасхальной ярмарке-выставке в Фукино съехались мастера прикладного творчества из приморских городов. Новая инициатива городских властей оказалась востребованной. Идея понравилась и гостям, и горожанам. Чтобы было как-то повеселее, мы пригласили гостей из находки, из Владивостока. Это представители, будем говорить так, художественно-воспитательной работы с детьми. В преддверии пасхи главными сезонными товарами стали пасхальная выпечка, куличи, пряники, булочки, украшения и декор для окрашенных яиц, авторские сувениры, искусственные цветы. Умельцы творческой мастерской «Это стекло из находки» представили изделия из муранского стекла на пасхальную тематику. Пригласили нас на праздник. Мы отмечаем Пасху. Вот пасхальная у нас продукция тоже есть для украшения куличей, яичек цветных. Хочу поздравить всех с наступающей Пасхой. Всем хорошего настроения весеннего, праздничного. Всего хорошего. Дольше всего посетители ярмарки задерживались около прилавка с ароматными пасхальными пряниками. Авторы сдобной продукции, гости из находки, не скрывали секреты приготовления фигурных пряничков. Правда, и всех тонкостей старинного рецепта не раскрывали. Вычитала я случайно. Сама страшно удивилась, что пряники пекли на ржаной муке. Вот наши пряники на ржаной муке. А еще там хитрости, которые не все расскажу. Потому что это нарабатывается все с опытом. Но вот такое из старого, то, что делали наши предки, это ржаная мука. Не все работают с такой мукой, потому что очень тяжело с ней работать. Но пряники очень долго, мед и очень долго не черствеют пряники наши. То есть они такие мягенькие, вкусненькие, ароматные очень. Вкуснейшие пряники можно было тут же собственноручно расписать. В мастер-классе по украшению сдобы с удовольствием участвовали дети. Малыши с увлечением покрывали выпеченные фигурки заготовок сладко-цветной мастикой. Посыпали яркой кружкой. Я сделала бабочку. У меня очень красиво получилось. У меня она с глазами и сритала. Здорово. Очень красиво. Я никогда тут не была. В следующий раз я тоже приду еще. Очень здорово. Вот даже теплашку дали, домой понесем. Завтра на пасхальный стол поставим. Не менее азартно, чем детвора, в мастер-классах участвовали и взрослые. Процесс создания пасхальной открытки или праздничного сувенира своими руками оказался настолько интересным, что от него было не оторваться. Теперь смотрите. Где наш курицик? Смотрите, что-то не хватает. А, вот здесь не хватает. Да, не хватает у нас. Глазика не хватает. Украшательство. Вы сейчас занимаетесь. На расхват в этот день были пасхальные куличи от кулинара 256-й образовательной школы. Сдобы школьной столовой пользуются популярностью среди учеников. Добрая слава о талантливых пекарях идет по городу. Мастерицам не стыдно было представить свою продукцию на городскую ярмарку. Почему и нет. В принципе, вкусные, на совесть сделанные. Ну и людям на радость. Мы вчера выпекали, чтобы у нас... С реалитом. Да. И чтобы вот эта вот глазурь, она немножко хотя бы остыла, чтобы красивее еще смотрелось. Вот. А потом посыпали вот этой вот красотой, посыпкой. И все, наверное, традиции надо соблюдать, потому что, в общем-то, в основном люди православные. Ну, как бы, мы придерживаемся этого праздника. И всем здоровья, счастья в этот праздник. И вообще, всех наилучших благ нашему Фокину и всем нашим жителям. Вот такая накануне при Светлой Пасхе получилась праздничная выставка-ярмарка. Вкусная, цветная, разнообразная, радостная, народная. Словом, какой и должна быть пасхальная ярмарка.